6 июня 1941 года. Поражение в Греции. Поражение на Крите. И что британское командование будет делать теперь? Планировать новые атаки на врага. Более пяти десятков британских кораблей в Атлантике охотились на немецкий линкор. Бесмрак, которому удалось потопить знаменитый британский линейный крейсер Худ. Бои в Южном Шансе закончились. Союзники готовятся уйти с Крита, а британцы готовятся воевать в Северной Африке и Сирии. Командующий на Ближнем Востоке Арчи Уэйвилл планирует операцию Алибарда в Северной Африке. Силы западной пустыни должны взять перевал Халфая, а затем закрепиться во всем регионе от Бардии до Капуца. Они будут бить врагов от Табрука до Эль-Адема, а затем направиться на запад к Дерни и Мичили. Осажденный гарнизон Табрука будет атаковать врага с тыла, когда операция начнется. Начало операции планируется на 15 июня, в основном потому, что еще нужно пополнить 7-ю бронетанковую дивизию. Танки Матильда и легкие танки прибыли в прошлом месяце из Великобритании, операция Тигр. Они модифицируются для пустыни и их экипажи проходят обучение. Премьер-министр Великобритании Черчилля бесит, что это так долго. Но Уэйвилл говорит, что не начнет до 15-го. Дело в том, что Эрвин Роммель, немецкий командующий, также наращивает и консолидирует силы. Сейчас у него 15-я танковая дивизия и итальянская пехота в пограничном районе. Это примерно 100 танков и 40 тысяч солдат. Дэвид Брэдек говорит, что у ВВС было 105 бомбардировщиков и 98 истребителей, а у Люфтваффе 84 и 130. Кажется, что поровну, если не знать, что многие британские летчики не имеют боевого опыта. Это свежее пополнение взамен экипажей, погибших на Крите и в Греции. С точки зрения тактики, Уэйвилл рассматривал три разных плана. Седьмая бронетанковая активно ввяжется в битву, но это распылило бы его силы, а битвы может и не случиться. Другой план — просто удерживать берег, а затем развернуть войска налево в сторону Табрука. Но он опасался, что для этого не хватит солдаты транспорта. Так что он склоняется к третьему плану, при котором в бой сразу вступит максимум сил при максимальной поддержке. Эти силы — 13-й корпус под командованием Ноэля Бересфорд-Пирса, включающая 7-ю дивизию сэра Майкла Крейга, 22-ю бригаду и 11-ю пехотную бригаду 4-й индийской дивизии, которую мы видели в деле в Восточной Африке зимой и весной, и которая сейчас на пути в Египет. Штаб-квартира Бересфорд-Пирса устроена в Сиди-Баране, в пяти часах езды от ближайшего места сражения, но иначе не обеспечить надежный контакт со штаб-квартирой Королевских ВВС. Сиди-Баране — самый передовой пункт с хорошим аэродромом для разведывательных полетов. В ВВС будут бомбить маршруты поставок и склады противника до 12 июня, а потом сосредоточиться на области между линией фронта и Табруком и аэродромами в зоне армии ОСИ. Маршал авиации Артур Теддер отвечает за британские самолеты. Его истребители прикроют наземные действия, а бомбардировщики готовы ударить по вражеским колоннам, если армия потребует. ВМФ продолжит снабжать Табрук как раньше, но также будет на готове, чтобы прийти в порт Салум. Однако обстрела с моря не будет, потому что в этом случае пришлось бы отвезти часть бойцов от армии, чтобы прикрывать флот. Что же касается планов Уэйвилла по поводу Сирии, Уэйвилл попросит свободные французские силы в Египте под командованием генерала Жорка Карту отправиться в Палестину для возможного вторжения в Сирию. 7-я австралийская дивизия отправлена в Северную Палестину, а 5-я индийская пехотная бригада – в северную часть Трансиордании. Уэйвилл приказывает командующему в Палестине Генри Уилсону готовиться ко вторжению в Сирию. Уэйвилл докладывает военному министерству, что планирует использовать силы свободной Франции в Сирии, считая, что они могут усилить борьбу с войсками в Вишидской Франции, так как эти стороны считали друг друга предателями. План атаки состоял в том, чтобы ударить по Вишистам в нескольких направлениях. Вторжение должно пройти как можно быстрее, на долгую подготовку времени нет. Индийская бригада должна занять Дера и Ярмукскую железную дорогу, что помешает Вишистам перебрасывать солдаты и боеприпасы. Что касается сил свободной Франции, они двинутся прямо на Дамаск, отобьют его у Вишистов и займут город. Австралийцы должны наступать двумя колоннами. Одна займет Марджайн, а другая пойдет вдоль побережья в сторону Бейрута, чтобы отрезать порты от остальной части страны. К Уэйвиллу также присоединится генерал-майор Великобритании Джон Богот Глаб со своей трансиорданской арабской армией. Также Уэйвилл собрал британские и шотландские части из различных подразделений по всему Ближнему Востоку. Кроме них, неутомимый Уэйвилл собрал солдат Анзака, канадцев, индийцев, в основном сикхов и гуркхов, солдат свободной Франции, австралийцев, новозеландцев, солдат Чехословакии. К их противникам-вишистам присоединились сенегальцы, ливанцы, алжирцы и марокканцы. 4 июня британцы бомбят запасы нефти и воды в Бейруте и вокруг. Вишисты отвечают на следующий день, бомбя Аман, столицу Трансиордании, что довольно интересно, так как этот город не имеет военного значения для англичан. Это чистая месть за бомбардировку. Неделя подходит к концу, а вторжение на самом деле вот-вот начнется. А другое вторжение, примерно в 800 километрах западнее, подходит к концу. Это немецкое вторжение на Крит. Британцы выводят войска. На рассвете 31 мая, в начале недели, вновь незначительный британский вице-адмирал Эдвард Кинг выдвигается из Александрии на Крит с двумя крейсерами и двумя эсминцами. Среднеземноморский флот понес серьезный урон, помогая защищать Крит. Но адмирал флота Эндрю Каннингем все равно отправляет корабли, говоря, военно-морской флот построит новый корабль за три года. Но чтобы создать новую традицию, нужно 300 лет. Эвакуация продолжится. Эти корабли благополучно вывозят 1 июня 4000 солдат, но крейсер Калькутта, прикрывавший отход, был потоплен. Эвакуация окончена, но еще около 5000 солдат-союзников осталось на Крите. В королевских ВМФ опасаются, что растущая яркая луна и долгие дни летнего солнцестояния помогут пикирующим бомбардировщикам атаковать корабли днем и ночью. В своей книге Крит, Энтони Бивор, проливает свет на кое-какие факты. Выводы делайте сами. Много говорили о том, что среди 5000 оставленных на Крите военных не было офицеров звания высшеполковника. Избежал гораздо больший процент офицеров, чем рядовых. Джек Хэмсон до войны был доцентом Тринити колледжа. В качестве сотрудника управления специальных операций он провел на Крите несколько недель, подготавливая оборону, а затем попал в плен. Позже он напишет, «Одной из худших черт этого дела было представление, что высшие офицеры особенно ценны, что они обязаны сделать все для своего спасения, что им не нужно нести личную ответственность за проводимую операцию, и у них еще будет возможность проявить себя в другой раз. То, что некоторые офицеры вели себя иначе, делает им честь, но по большей части мы видели позорную битву за приоритетное право на то, чтобы сбежать, пользуясь преимуществом более высокого звания». Конечно, большую часть вины за провал обороны Крита нужно возложить на командующего Бернарда Фрейберга, который не использовал перехваченные секретные разведданные особой важности. Фрейберг первым за всю войну получил такую точную информацию. Он знал, что планирует противник, когда и какими силами он собирается наступать. Но Фрейберг, несмотря на ценную информацию, убежден, что главный удар немцы нанесут с моря. Ни в одном донесении даже не упомянуто о морской операции. Там говорится, что горные войска будут участвовать во вторжении, но Фрейберг предположил, что они высадятся морским десантом, основываясь на собственных прикидках, а не сообщениях разведчиков. Но одно дело быть убежденным до вторжения, другое – закрывать глаза на реальное положение дел, когда вторжение уже началось. Он даже не обращал внимания на Малеме, пока там два дня шли бои после десанта с воздуха. К этому времени немцы не только захватили аэродром, но получили такое крупное подкрепление, что гарантировали успех высадки на Крит. В этой книге есть история о том, что доктор Теодор Стефанидес, служивший в Королевском корпусе военных медиков в боях в Греции и на Крите, еще и в Каире, отметил, что армейская бюрократия в своем репертуаре. Солдатам, которые служили и сражались в Греции и на Крите, сообщили, что колониальное пособие, которое они получают за службу в таких местах, как Египет, вычтут из их довольствия за то время, что они отсутствовали в Египте, активно сражаясь с врагом в Европе. Среди солдат ходят слухи, что каждому дадут специальную медаль за отступление с Крита с надписью «Экскрета» — «Экскременты». В Лондоне боевой дух на нуле, шутя над британскими экспедиционными силами в отпуск каждые две недели. Нельзя забыть о тяжелых отступлениях, об атаках немцев на севере Африки, перевороте в Ираке, о том, что Люфтваффе в мае бомбили здания палаты общин. Даже потопление Бессмарка не очень восполнило потерю Худа. На Черчилля льются тонны критики. Люди задумались, если немцы смогли захватить с воздуха Крит, находящийся от них в 350 километрах, что будет с Британией? Но, как ни странно, после Крита им уже не стоит бояться подобной атаки на своем острове. Курт Штудент, который спланировал воздушную операцию, и его офицеры едут в Германию, где их награждают рыцарским крестом Железного креста. Но еще Адольф Гитлер говорит Штуденту, что Германия больше не нуждается в воздушных десантах, а Крит показывает, что парашютные войска устарели. Команду Штудента отправляют в СССР в рамках операции «Барбаросса» в качестве наземных войск. Германия потеряла 6580 человек за две недели с критской операции, причем половину составили воздушные десантники, убитые в первый же день. Но хуже для Германии в предстоящих боях потеря 350 самолетов, в их числе 151 транспортный юнкис. Вот еще несколько событий недели. 31 мая мэр Багдада сдает город, и Британия выигрывает Англо-Иракскую войну. А 4 июня умер Кайзер Вильгельм, последний император Германской империи, который правил с 1888 до конца Первой мировой войны. Ну что ж, будет очень интересно узнать ваше мнение, а на это у меня все. Всем большое спасибо за внимание, буду очень вам благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok